Забыл, не включил, не работает. Такие ответы слышали инспекторы ГИБДД в ходе рейда тахограф. Полицейские останавливали грузовые автомобили и проверяли работу контрольного устройства. В рейде с инспекторами побывали и мои коллеги. Водительское удостоверение, страховка и чек от тахографа. Перечень документов, который в первую очередь интересовал инспекторов ГИБДД. Если с первыми двумя проблем не возникало, то информацию от контрольного устройства тщательно проверяли. Он 6.29, в данный момент 10 с небольшим. Соответственно, время труда и отдыха он не нарушен. Инспекторы говорят, водители на автомобилях, принадлежащих юридическим лицам, нарушают гораздо реже. Контроль в организациях строже, ответственность выше. У нас механика каждый раз проверяет, поэтому проблем нет. Водителю этого грузовика пришлось задержаться для составления протокола. В его машине установлен тахограф старого образца. Он не отображает координаты местоположения автомобиля, а это уже нарушение. Ну вот, считают, что негодный вот этот тахограф со шайбой. Надо электрон или купить? Мы будем стараться менять, купить или в металлолом сдавать машину. Наличие тахографа в грузовых автомобилях в нашей стране стало обязательным с 2014 года. За его отсутствие или некорректную работу установлен штраф. Водителю от 3 до 5 тысяч, должностному лицу от 7 до 10 тысяч рублей. Основная задача тахографа – обеспечение безопасности дорожного движения. Небольшое устройство регистрирует скорость, с которой ехал автомобиль, и время в пути. Нередко именно усталость водителя от переработки приводит к трагическим последствиям на дороге. С начала текущего года на территории Московской области зарегистрировано более 800 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей грузового и пассажирского автотранспорта. Во всех этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди. В каждом третьем дорожно-транспортном происшествии с участием водителей грузопассажирского транспорта усматривается нарушение правил труда и отдыха водителей. В ходе рейда было составлено три протокола. Теперь водителям придется заплатить административный штраф и устранить нарушения.